Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта ЕГА-70! Давайте начнем. Задание В7 в прошлом. Найдите корень уравнения. 3 умножить на 9 в степени х равно 2 умножить на 15 в степени х плюс 5 умножить на 25 в степени х. Это у нас показательное уравнение. И давайте будем решать. Видим, что все выражения, которые имеют в степени х, они делятся... Например, 9 в степени х мы можем разделить на 3. Но перед этим давайте запишем его немножечко по-другому. На 3 в степени 2х перепишем в таком виде. 3 равно 2 умноженное на 15 в степени х плюс 5 умноженное на 25 в степени х. Ну, кто знает, я прошу, решайте и пишите свои ответы в чате. А мы будем решать. И давайте разделим это все на 3 в степени 2х. Что мы получаем? Значит, в левой части, если мы разделим, то 3 в степени 2х у нас взаимно уничтожится. Или, как мы скажем, мы разделили, получили единицу, и тогда у нас останется одна тройка. Справа, справа, что мы получаем? Мы можем 15 для начала расписать как 3 в степени х умноженное на 5 в степени х. деленное это все на 3 в степени 2х и плюс 5. 25 мы также можем расписать как 5 умноженное на 5 в степени 2х. деленное это все на 3 в степени 2х. Значит, далее что мы получаем? 3 здесь так и оставим. Здесь у нас 3 в степени х мы видим вверху, а внизу у нас 3 в степени 2х. То есть одна степень сократится, и тогда у нас останется 2 так и останется. А здесь сверху у нас останется 5 в степени х, а снизу 3 в степени х. Мы можем это внести под общую степень х. Далее здесь у нас 5 так и остается. И 5 третьих мы также это внесем все под общую степень 2х. Далее сделаем замену. 5 третьих в степени х мы заменим на t. Ну и теперь t подставляем в наше уравнение и получаем 5t в квадрате плюс 2t. И 3 мы переносим с противоположным знаком минус 3. И это все равно 0. Мы пришли к простому квадратному уравнению. Думаю, его вы с легкостью решите. И напишите в комментариях в чате, какие же корни у вас получились. Давайте я потихонечку буду решать, а вы также решайте. Я жду ваших ответов. Дискриминант у нас будет 64. а t первая у нас будет, если мы будем более подробно писать, это будет так. Ну и в итоге у нас 6 десятых, то есть 3 пятых. И t2 минус 2 минус корень из дискриминанта, то есть минус 8 на 2, а на 10. Это у нас будет минус 1. Ну и теперь мы нашли корни данного квадратного уравнения и вернемся к нашей замене. 5 третьих в степени х. Ну и теперь здесь вместо t мы подставляем наши корни, которые мы нашли. То есть t первая, 3 пятых. Подставим 3 пятых. Мы знаем, что мы можем приравнять степени, если у нас одинаковые основания. Давайте сделаем так, чтобы основания были одинаковыми. Ну, правую часть, то есть левую мы также и оставим в степени х, а левую немножечко преобразуем. То есть напишем 5 третьих, чтобы были одинаковые основания, в степени минус 1. Таким образом, у нас основания одинаковые, значит, мы можем приравнять степени х равен минус 1. И также подставляем второй корень, который мы нашли, минус 1. 5 третьих в степени х равно минус 1. Ну, я думаю, все знают свойства показательной функции, где область определения х у нас может быть любым действительным числом, а область значения показательной функции всегда положительна. То есть такого просто быть не может, показательная функция не может быть отрицательной. Соответственно, нашим ответом будет являться х равное минус 1. Мы нашли корень данного уравнения, это минус 1. Посмотрите на наше решение. Думаю, подобное вы с легкостью сможете решить. И мы перейдем к решению следующего задания. 1. Где нам необходимо вычислить 10 в степени логарифм 2, десятичный логарифм, хочу заметить, 2, плюс 1, деленный на логарифм 10 по основанию 3. Ну и также, прошу вас, решайте самостоятельно. Это несложный пример довольно-таки. Думаю, вы с ним справитесь. Пишите свои варианты ответа в комментариях, а мы будем решать потихоньку. Итак, для начала вспомним свойства степеней, а точнее форму, которая здесь нам пригодится. Думаю, все ее знают из свой степеней. А, это то есть основание какое-то число, и степень у нее такая, m плюс n. Это равняется а в степени m умноженное на а в степени n. Думаю, все знакомы с такой формулой. И здесь мы ее применим. Запишем. 10 в степени десятичный логарифм 2, умноженное на 10 в степени 1, деленное на логарифм 10 по основанию 3. Записали. Посмотрите внимательно. Здесь также нам будет необходима еще одна формула, но теперь уже и свойств логарифм. формула такая, b в степени логарифм а по основанию b равно а. Довольно-таки простая формула. Думаю, вы также с ней знакомы. И в первом выражении 10 в степени логарифм, десятичный логарифм 2, мы как раз можем ее использовать, данную формулу. Роль b у нас выполняет 10. Роль а – 2. Ну и, соответственно, мы видим из данной формулы, что у нас здесь получится просто 2. Далее, 10 в степени 1, деленное на логарифм 10 по основанию 3. Здесь также давайте вспомним одну из формул, связанную с логарифмом. Она выглядит следующим образом. Логарифм b по основанию а равняется 1, деленное на логарифм а по основанию b. Ну и здесь видим, что у нас 10. А за степенями давайте посмотрим. То есть это 1, деленное на логарифм 10 по основанию 3. Мы перепишем как логарифм 3 по основанию 10. Ну, то есть это десятичный логарифм, да? По основанию 10. Десятичный логарифм 3. Далее, 2 пока оставим так же. Умножаем и 10 в степени десятичный логарифм 3. Вернемся к нашей вот этой формуле. b в степени логарифм а по основанию b равняется а, где здесь у нас десятичный логарифм, соответственно, у него основание 10, и основание вообще выражения 10. То есть здесь получается просто 3. В итоге будет 6. Мы решили с вами данное выражение, получили 6. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Обратите внимание на формулы, запомните их, они вам пригодятся. Ну, и давайте перейдем к решению следующего задания. Нам необходимо найти значение выражения. 4 sin 25 градусов умноженное на sin 65 градусов и деленное на cos 40 градусов. Здесь нам придется вспомнить формулы произведения тригонометрических функций. И так как здесь у нас синусы, мы, соответственно, будем вспоминать функцию именно с синусами. Значит, думаю, вы тоже знаете. Синус альфа умноженный на синус бета. Это будет равняться cos альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета. И это все деленное на 2. И тогда мы числитель данного выражения перепишем следующим образом. Используя данную формулу 4. Здесь у нас будет cos альфа у нас равно 25, а бета равно 65. Соответственно, 25 минус 65 минус cos 25 градусов плюс 65 градусов. Делим все на 2. Здесь вот возьмем, потому что четверка перед этим всем. И еще это все деленное на cos 40 градусов. Равняется. 4 и 2 мы можем сократить на 2, и у нас останется здесь 2 впереди. Далее, cos 25 градусов минус 65 градусов. То есть будет cos минус 40 градусов. Но мы знаем, что cos это функция четная. То есть cos от минус ха равен cos х. И, соответственно, у нас cos минус 40 градусов будет просто cos 40 градусов. И минус cos 25 градусов плюс 65 градусов. Это cos 90 градусов. Я немножечко неровно так написала. Думаю, вы поймете. cos 40 градусов у нас в знаменателе. И это все равняется. Значит, в скобках посмотрим. cos 40 градусов мы сразу вычислить не можем, поэтому его пока оставим. А вот cos 90, думаю, все знают, что это 0. Соответственно, переписываем 2 cos 40 градусов. Ну и минус 0. Минус 0. Можем ничего не писать. И у нас знаменатель cos 40 градусов. Равняется. Ну, сверху cos, снизу cos. Это нам дает единицу. И остается у нас 2. Ну вот и все. Мы нашли значение данного выражения. И оно равно 2. Мы воспользовались данной формулой. Это формула произведения синусов. Таким образом, значит, наш ответ 2. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok